фрагмент будет про другое а фрагмент будет про то как мы работаем с пользовательским интерфейсом внутри об инвентарах тем более что у нас основная задача в курсе разработки мобильных приложений это как раз работа с об инвентаром как средством создания мобильных приложений вот мы идем опять-таки крутим себе разработку пользовательского интерфейса и там внизу у нас есть возможность и описание об инвентар а как средство редактирование разработки интерфейса и в качестве примера а мы смотрим на статью как сделать определить животных я к ней сейчас обращусь внутри об инвентар а коллеги значит здесь готовность должна быть следующая я его сейчас открою а у нас в рамках курса у всех во-первых есть ваша регистрация на об инвентаре во вторых у вас об инвентар стоит в качестве мобильного приложения то есть вы его можете сами тестировать я на это сейчас отвлекаться не буду если будут вопросы то мы это тоже обсудим и посмотрим а так а я прямо не спеша но тем не менее еду открываю его а если какая-то необходимость есть можно меня говорить не торопись мы не успеваем но вот я вошел в готовый проект и начинаю его комментировать и напоминать вам из чего всегда состоит вот это заготовка сразу скажу что мы начинаем не с нуля но она такая простая что особенных проблем с ее объяснением понимание дальнейшем использованием быть не должно итак а мы будем работать сегодня с кнопками с пользовательским интерфейсом а нам к нему понадобятся картинки нам к нему понадобится и потом а умение работать со списками и умение может быть создавать процедуру но вряд ли даже даже наверно на уровне только интерфейса так а напоминаю что мы работаем в режиме у нас есть режим дизайнерский и у нас есть режим программистский пока мы находимся в дизайнерском режиме мы с него начинаем вот у нас по умолчанию первое что перед нами открывается пустой экран а это интерфейс пользователя он у нас расположен с левой верхней части надеюсь что мышкой я сейчас по нему хожу и вы видите а у меня есть но то есть у меня есть составляющего составляющие моего пользовательского интерфейса и я по нему сейчас ну как вас во все во всем что там старлоганова что слога веб мы можем размещать кнопки картинки надписи из того что у нас будет на экране и уже расположена это всегда скрин но экран на котором мы размещаем вещи и так на этот экран я и исходно размещаю такую вещь в лайауте я говорю у меня здесь будет я это уже положил у меня здесь будет тейбл аренджмент тот который позволяет нам структурировать информацию и раскладывать ее в виде таблицы вот он у меня здесь а это первое что я сделал а справа от него лежит то чем он управляется и как вы видите у нас здесь колонки определенной высоты и и у нас здесь в этих у нас есть во первых строки а во вторых у нас есть колонки вот эти rose в которых мы тоже плат по положили эту себе информацию я исходно сделал что у нас колонок четыре а а строк у нас 3 но мы можем это поменять и мы сейчас буквально опасно глазах сделаем с тем чтобы у нас немножко поменялся внешний вид и мы могли туда добавить новых дополнительных объектов а коллеги спрошу обратной связи так быстро тихонечко видно ли то что делаю и понятно ли что что сделала надеюсь что да все хорошо значит а вот у нас добавился еще еще одна строка и вот а здесь я уже подобрасывал каких-то объектов и я добавлю сейчас еще несколько чтобы просто показать как как это работает вот а и так и так давайте во первых я добавлю в качестве примера 4 новых объекта а и сначала добавлю их в качестве файлов это происходит у меня в разделе медиа я могу загружать файлы со своего компьютера ну вот скорее всего они то не видны хотя тоже может быть и видно вот секундочку я их буквально достану а и положу так 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 это у нас тут так кого у нас там нет давайте добавим сюда барсука на всякий случай о так не увидел добавил я его лимит так 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 а вдруг добавила столбик барсук наверное добавился хорошо а вот у меня добавилось 4 картинки внизу вот а и они у меня есть я могу манипулировать и теперь я могу через пользовательский интерфейс вот здесь у меня новая табличка с которой я могу работать я добавляю туда кнопки мы повторяю это действие несколько раз параллельно его комментирую показываю что здесь у нас происходит во первых вот у меня добавилась кнопка я могу тут же ее переименовать и сказать ты у меня кнопка будешь называться белка просто я уже не помню пока ставлю на только латиницей вот и здесь мы ее переименовали об ее представлении во первых мы скажем что нам не нужно для нее никакого текста потому что она пустая мы хотим размеры и подогнать как у всех остальных делать его не автоматическим а мы его сделаем например 80 пикселей по высоте и те же 80 по широте ширине так так это мы сделали для нее и мы хотим чтобы там была картинка и это у нас как раз будет наша белка окей вот она у нас появилась на экране то есть действие было следующее еще раз повторю благо что у меня их 4 значит мы берем добавляем так кнопку а говорим что кнопка у нас называется в данном случае барсук для него нет никакого текста для него есть картинка и эта картинка будет 80 здесь вот у меня появился еще один зверь ну и тут я комментировать не буду а просто и быстренько накидаю чтобы не отвлекаться так еще одна кнопка ёжик так шоу 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 и никакого текста и и последний и 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 Что мы здесь посмотрели, мы добавили, вот их стало больше, понятно, что мы можем наращивать. Самое главное здесь умение и простые вещи. Мы умеем добавлять файлы медиа, мы умеем добавлять кнопки на экраны, и мы умеем связывать кнопки с изображением. Более того, мы еще умеем наши объекты, наши кнопки говорить им, о какого размера она должна быть, где она стоит, что на ней нарисовано и так далее. Есть ли там что-то с ней, какие-то оформительские вещи. Но в целом она очень простая, и это у нас, обратите внимание, если я сейчас по ним поведу, это у нас Table Arrangement, то, что у нас стоит сверху на экране, и в нем элементы интерфейса, которые у нас будут интерактивны. Пока интерактивности нет, но вернее как, мы пока только им сказали, кто у нас там лежит. Следующий момент, который у нас здесь есть, это горизонтальное выравнивание. Он стоит у нас сразу после нашей таблички с животными, и в нем есть сама эта табличка. Говорит, лежит она там автоматически, ничто в ней не предопределено. Единственное, что мы туда положили очень важную нам Table Label, в которой мы будем писать обращения к пользователю. Мы на самом деле можем писать разными вещами. Мы можем достать, сюда же положить Notifier, например, и другие вещи из нашего меню. Но тут я пока пользуюсь простым лейблом, куда мы будем какой-то текст добавлять. И пока общая идея такая. У нас есть некий перечень изображений, по которым читатель, пользователь нашего интерфейса может себе информацию на экране получить, нажать на нее, и, ну как во всяком определителе, у нас появится некий текст, ну, либо название, либо более изощренное определение. Понятно по смыслу, что происходит, какие задачи мы решаем и как. Даже, думаю, тут особенно комментировать нечего. Пока мы... Да, еще один момент. Значит, мы всегда в AppInventory проверяем, проверяем, и имеем возможность проверить то, как у нас все это устроено, объединив, связав то, что мы видим на экране, с нашим мобильным приложением, которое у нас на телефоне, которое так и называется MeetAppInventor, по-моему, 2. Вот с таким же значком, как тут у меня на экране. Вот, поэтому, когда я нажимаю на связь с мобильным телефоном, на экране появляется эта запись, к которой я могу привязать свое приложение, он скачает ее и покажет мне эти 12 объектов на экране. Вот. Это я к тому, что у нас будет... Всегда это у нас происходит. А с AppInventor тестируем мы его на мобильном приложении. Так. Теперь я его на всякий случай сохраню. И... Двинусь дальше. Показывая... А что мы с этими объектами можем делать? Вот они у нас на экране есть. Вот интерфейс мы разработали. Написали там... Да, обращу внимание, что написали мы на нем какой-то текст. Могли никакого текста написать. Но мы здесь должны попросить участника что-нибудь сделать. То есть мы можем ему либо сюда написать ткни в нашего... Одного из наших героев и просить его это сделать. Либо мы можем полагаться, что он и сам догадается и на кого-нибудь из них нажмет. Вот. Идем дальше. И я хочу теперь перейти в режим блоков и тоже показать, что они несложные и легко интерпретируются. Итак, во-первых... Сейчас, секундочку. Вот так ее сдвину. И начну с тех блоков, которые у меня на экране. Во-первых, мы здесь используем переменную, в которой хранятся какие-то значения. Мы должны ее исходно создать. Для этого у нас есть блок переменных, в котором немного всего. То есть возможность создать некую переменную. Инициировать ее вначале, чтобы система про нее хоть что-то знала. И мы это делаем и говорим. Ну, исходно ты будешь у нас пустым списком. Что нам для этого потребовалось? Нам потребовалось для этого блок списков. Он у нас слева голубой. И в нем сложены команды, которые связаны со списковыми структурами. Значит, еще раз на всякий случай проговорю. Мы переключились из дизайнерского блока в программистский. И тут у нас слева полный набор того, что мы можем делать. Команд. Они устроены точно так же, как все это блочное визуальное программирование. У нас есть ящики, в котором наши команды лежат. Но что интересно, у нас снизу еще под этим лежат все наши объекты, которыми мы можем управлять. И мы можем адресовать наши команды к непосредственно тем блокам, которые там лежат. Мы чуть позднее к ним и обратимся. Но пока мы используем инициализацию список. Создали мы себе пустой лист. А потом начинаются интересные вещи. Я вот сразу нажму на скрин, чтобы показать его. Вот у нас есть экран, с которым мы работаем. И мы на этом экране, то есть первое, что с ним произошло, он запустился. Мы можем управлять им, реагировать на его действия. Вот у нас как только экран открылся, что может с ним происходить? На него могли нажать. На нем могла возникнуть ошибка. И на нем, вот то, что прежде всего происходит, я вытащу это сюда, чтобы показать. Когда на экран нажали, вернее, как только открылся наш апплет, это инициализация скрина. То есть запустили его, да? Поэтому мы к нему и привязываем на выполнение неких процедур. Это я, как обычно, выкину. Потому что использовал уже. А здесь ему говорится, как только запустился наш процесс, пожалуйста, создай мне список, в котором будут все эти герои. Так, вот я думаю, как они тут, в котором будут все эти герои. Но, как вы видите, здесь у нас их недостаточно. Ну, вернее, как. А те, с которых мы начинали, они тут есть. Вот. Но мы этот список сейчас будем расширять, добавлять. Я поэтому сдвину немножко блоки, связанные с теми героями, которые у нас уже были, с тем, чтобы иметь возможность поработать с новыми. Итак. Надо бы еще вспомнить, кто у нас там точно был. А начну я, наверное, вот с чего. Я откопирую кнопку, связанную с волком. И скажу, что у меня же, может быть, там не волк, а, может быть, у меня там... Так, так, так. Барсука у меня еще не было. Я как раз его и добавлю. Значит, в тот момент, когда мы добавим барсука, нужно будет достать барсука там, где он лежит. Сейчас у нас пока их восемь. А мы сейчас добавим туда нового героя. И вот здесь, наверное, от меня потребуются манипуляции, за которым предлагаю вам внимательно следить. Потому что не так просто добавить в список новый объект. Но мы это сейчас сделаем. И вот здесь, смотрите, я, наверное, зафиксирую это более подробно, чтобы осталось это потом в записи. Итак, я нажимаю на Make a List, а потом говорю, добавлю-ка я туда еще одну запись. И, насколько мы помним, у нас их там должно быть 4. Вот я их 4 здесь добрасываю. Это такое интуитивно не очень ожидаемое решение. Но, надеюсь, вы его видели. Итак, я нажал на Make a List и добавил туда новый айтем, новый элемент. Вот. Через синенький значок. И это, на самом деле, распространенное для App Inventor действие. Надеюсь, оно было хорошо видно и понятно как. Так, коллеги, махните мне, скажите, да-да-да, иди дальше, не забудьте. Все было хорошо видно. Вот. А теперь я сюда просто выбрасываю текстовые блоки, куда напишу героев, которые нам там понадобятся. Так. Так. У нас там будет барсук. И, стало быть, здесь мы помним, что у нас их было 8. И барсук у нас, стало быть, станет девятым элементом списка. Да. Это я, чтобы не торопился, потому что то, что мы делали здесь, на предыдущем такте, мы сказали, что у нас будет список. И мы в этот список буквально добавляем элементы. То есть, это такая плоская структура, где у нас лежат элементы. Причем сразу понятно, что они могут у нас быть не только отдельными словами, но могут быть и предложениями. Более того, мы можем, и мы сейчас тоже это сделаем. Сейчас я немножко дополню этот текст, чтобы мы никого не потеряли. Мы можем этот список делать на самом деле комплексным, собирая их из готовых блоков. Мы это сейчас тоже произведем. Но сначала отработаем момент, когда мы этот список наполняем. Итак, барсук у нас стал девятым. И мы параллельно, кстати говоря, тоже мне не торопиться. Ладно, мы сделали. Мы его добавили и помним. Но что означает вот это заклинание и эта конструкция? Когда на кнопку барсук, а мы там помним, что я сейчас переключусь в дизайн, у нас здесь, в Table Arrangement, мы видим название кнопок. Вот к этому названию кнопок, то есть мы их создали, они у нас там хранятся. И мы можем дать возможность участнику, пользователю, щелкнуть по ней. И вот это действие, когда кнопка нажата, сделай то-то и то-то, она у нас спрятана буквально вот здесь. На каждой кнопке можно повесить. Здесь они просто у меня уже скопированы на экран. Но тем не менее, обратите внимание, что у нас могут быть действия, которые не обязательно щелкнуты. Мы можем сказать ему, когда она попадает в фокус внимания, когда на нее нажимают, когда она отщелкнута и так далее. Какие-то действия мы тут можем к ней присоединять. Но в любом случае, мы говорим, когда мы нажали на кнопку, вот тот лейбл, который у нас на экране, вот у нас здесь, кто из животных на нем написан, а там будет появляться надпись, а кто этот? Так, ушел в блоке, надеюсь, было понятно, и я не очень торопился. Вот. То есть, здесь мы массово повторяем действия, а что будет, если нажмут на ту или иную кнопку? И у меня ощущение, что мы никак не можем этот процесс оптимизировать и сказать ему, вот сделай нам блок, внутри которого для каждой кнопки, которая есть, будет делаться одно и то же действие, и мы не будем его вручную копировать. Похоже, что нет. Так не бывает. Так, значит, так, мы его воспроизвели, обратите внимание, что если у меня две кнопки, то он ругается, вернее, как если у меня две кнопки с одним именем, то он ругается и говорит, нет, так нельзя, потому что это противоречие. У нас параллельное отношение к одному и тому же не бывает. Вот. Здесь мы себе тихонечко записываем. Ежик у нас будет в десятом. Так. Что у нас там еще? У нас уже был. Крота у нас еще не было. И сейчас мы посмотрим, кто белка, ежик, крот, барсук. Барсук был, ежик был, крот был, а кого не было? Белки не было, да. как, ну и, собственно говоря, все. У нас теперь наше пространство и наш определитель дополнился объектами. Единственное, что я сразу бы хотел показать здесь же, до того, как мы сохраним его, запустим, что мы, мы, конечно, можем делать не с одним словом, а можем создавать более такие серьезные предположения, используя для этого списочную структуру. мы, во-первых, здесь, конечно, тоже можем писать, или мы можем, сейчас мы такую же вещь произведем, посмотрим, каким образом мы это собираем, если мы хотим объединить несколько блоков в один. Ну, мы можем, наверное, воспользоваться либо списком, либо мы попробуем простую вещь собрать, использовать, например, join и сказать, что у меня будет, например, ежик вместе с другим предложением ни головы, ни ножек. если я поставлю его сюда, то это будет демонстрация того, что мы можем собирать сложные предложения, и точно так же, то есть, важно отметить, что они могут быть текстовые, либо это могут быть какие-то переменные, которые откуда-то берутся, значения, и точно так же мы их можем объединять с нашими текстовыми блоками, делающими все, что угодно. так, а теперь мы говорим, да, у нас все это получилось, все это хорошо, мы хотим проверить, как это работает, и, соответственно, сохранить, и сказать, что это было сделано не зря. так, connect, секундочку, это то, что называется, тестирование интерфейса, секундочку, вот он появляется у меня на экране, я нажимаю на ежика, получаю то, что хотел, ежик, ни головы, ни ножек, подпись под моим объектом, и довольный останавливаюсь на этом, коллеги, есть ли вопросы по работе с интерфейсом, и тем, как мы работаем со списками, добавляем их на экран, что тут можно показать и дополнить. Я, наверное, пока остановлю запись, потому что